МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с установившейся в регионе аномально жаркой погодой реки Республики во вторые майские праздники еще больше заполнились катамаранами с любителями активного отдыха. А вместе с тем работы прибавилось и у спасателей. На реке Юшут, там, где в первые майские погиб молодой человек, турист из Казани, вновь произошло ЧП и вновь с гостями из Татарстана. Группа незарегистрированная сплавлялась по реке Юшут от населенного пункта мочилища, и где-то ровно посередине остановились на привал, и три девочки, двое 15 лет и 17 лет, решили прогуляться по лесу. Не подрассчитали, видимо, разговорились, а когда опомнились, оказались в лесу. У них началась паника, начали звонить на все инстанции, в том числе и на 112, и попросили помощи. А это оказалось около восьми часов. Пока группа выехала, и ближе к одиннадцати часам все трое, все девочки были найдены. На поиски также старший группы выдвинулся, тоже потерялся. Еще пришлось искать и его. Спасатели отмечают, это еще повезло, что у девочек оказался с собой телефон. В противном случае ситуация могла бы сильно осложниться. Поисковые мероприятия затянулись бы на неопределенный срок. Но когда они позвонили, почему-то не смогли сказать, где они находятся. Ведь, опять же, старший группы должен был объяснить, от какого населенного пункта они начали сплав, до какого населенного пункта будут сплавляться, где у них приблизительно будут привалы, то есть остановки на отдых. Какая река? Они даже это не могли объяснить сотрудникам нашей службы. Действовали методом опроса. Опрашивали, где примерно, по какому тракту ехали. Методом тыка вот так получилось. А потом они какие-то ориентиры находили и вот таким образом нашли. К сожалению, та же проблема. Большинство групп, которые выходят на воду для туристических походов, пока не регистрируются. Подвергают себя опасности, игнорируют. Как уже неоднократно говорилось, что регистрация не требует никаких ни финансовых, ни физических затрат. Просто снять трубку, позвонить по телефону 6902-21. Или на сайте написать письмо по электронке в Главном управлении. Тогда вопросы, связанные с поиском, с оказанием помощи, они будут намного оперативнее, нежели происходит и даже вот происходило сейчас, в прошедшие выходные дни. В празднике аномальная жара подталкивала людей к водным объектам. И несмотря на то, что пляжи республики еще официально не открыты, некоторые жители Мариэл уже открыли свой купальный сезон. Хорошо, что обошлось без пострадавших, отмечают спасатели. Температура в водоемах сейчас очень разная. Которые неглубокие озера пруды уже прогрелись до 17-18 градусов. На озерах, глубоких наших озерах, температура где-то не превышает 16 градусов возле берега. То есть еще прогрев воды пока идет. В этом и заключается основная опасность. Если человек, так скажем, в разогретом состоянии, неподготовленный сразу в воду полез, а уж не дай бог, если еще был в состоянии опьянения, это может, так скажем, привести к трагическим последствиям, что, к сожалению, неоднократно было в истории. Непростая обстановка сложилась в минувшие выходные дни на дорогах республики. За четыре праздничных дня госавтоинспекторы зарегистрировали 14 ДТП. В результате столкновений и наездов пострадали 19 человек. Еще пять погибли. За минувшие выходные дни на территории республики Мариэл произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли, и 19 получили травмы различной степени тяжести. Вечером 9 мая серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Звениговском районе на 37-м километре автодороги Вятка, где водитель иномарки, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовиком с прицепом. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте происшествия до приезда медиков. Утром 10 мая в Медведевском районе на 33-м километре автодороги Ишкар-Азия-Надольск произошло опрокидывание в кивет автомашины «Тойота», в которой вместе с водителем находились еще 4 пассажирки. В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки погибли на месте, а водитель и остальные пассажиры были доставлены в больницу. Днем 12 мая на улице водопроводной города Ишкар-Алы водитель автомашины «Урал» совершил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, неожиданно вышел на проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте. Ведется также и скрытый контроль за дорожными движениями. Необходимо отметить, что огромное количество выявляется фактов превышения водителями скоростного режима. автоинспекторы выявляют это как при помощи приборов фотофиксации, так и с помощью аппаратно-программных комплексов «Арена», которые в настоящее время устанавливаются в большом количестве на загородных трассах. Причем пересмотрено время их установки. Теперь их устанавливают с 3 часов утра и, в общем-то, до позднего вечера. Неосторожное обращение с огнем, а также сельскохозяйственный пал сухостоя в лесу и на дачных участках в итоге в минувшие майские дни стали причиной порядка 60 пожаров. 70% возгораний – это как раз трава и мусор. Однако пожарные зарегистрировали на территории республики. Случаи и более серьезные. 10 мая, около 12 часов 30 минут дня, возгорание произошло в городе Ишкарале. Объектом пожара стал частный дом, расположенный на улице Добролюбова. Хозяев на момент происшествия в строении не было. В пожарную охрану сообщением случившееся сообщили соседи. К прибытию огнеборцев открытым огнем горела крыша строения. В результате происшествия дом серьезно поврежден. По предварительной версии специалистов, пожар произошел по электрическим причинам. 10 мая днем в селе Сотнур у Волгского района загорелся скутер во время движения. Пожар произошел вскоре после того, как хозяин транспортного средства осуществил заправку на автозаправочной станции. Проехав около 100 метров, мужчина увидел языки пламени под баком. Справиться с огнем при помощи огнетушителя не получилось. Скутер был уничтожен пламенем еще до прибытия пожарных. По предварительной версии специалистов, причиной пожара стал аварийный режим работы сети скутера. 10 мая около 16 часов дня пожар возник в многоквартирном доме на улице Павленко в городе Ишкарале. Открытым огнем горел гиван, расположенный в общем коридоре. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали и ликвидировали открытое горение, не дав пламени перекинуться на квартиры соседей. По предварительной версии специалистов, возгорание произошло из-за детской шалости при обращении с огнем. Еще один пожар, возникший из-за детской шалости при обращении с огнем, произошел 9 мая в деревне Старокрещино Новоториальского района. Как было установлено, мальчик дошкольного возраста играл на веранде дома зажигалкой. Он поджег вещи, находящиеся на диване, а сам испугался и убежал. Аномальная жара в регионе стала непростым испытанием и для любителей городских праздничных мероприятий. Особенно тяжело солнцепек переносят дети, пожилые люди и те, у кого присутствуют хронические заболевания. Возовов было много. Во-первых, это праздники и перед праздниками. Как раз подготовка шла к празднику на улице. Но люди не ожидали, что такая погода будет, аномально жаркая. И без головных уборов. Детей много было, которые в обмороке падали. Вызывали, оказывали помощь. Беседу проводили с ними, как надо одеваться в такую погоду и долго не стоять на солнцепилке. Надо на голову что-то одевать, чтобы такого не было. Одни отдыхают, другие орудуют. В праздничные дни, как правило, активизируются мошенники. В теплые дни объектом злоумышленников нередко становится велотранспорт. За прошедшие выходные дни в республике неизвестные похитили три велосипеда. Во всех случаях велотранспорт находился в подъездах и тамбурах первых этажей жилых домов. Злоумышленники без затруднений совершали кражи, так как велосипеды не были пристегнуты замками. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам хранить велосипеды, самокаты, детские коляски и другое имущество в запираемых помещениях. При отсутствии такой возможности закрепляйте велосипед надежным тросовым замком. Впереди лето, а вместе с тем гарантированы выезды жителей республики на природу, купание в открытых водоемах и пикники. Сотрудники правопорядка, госавтоинспекторы, спасатели весь сезон будут, что называется, на чеку. Но несмотря на это дежурные службы республики напоминают – собственная безопасность в руках каждого жителя Мариэл. А пренебрежение элементарными правилами безопасности в любой момент может привести к трагедии. И забывать об этом не стоит ни при каких обстоятельствах. Продолжение следует...